Сегодня расскажем, как правильно выбрать средства для розжига при приготовлении шашлыка. Чаще всего несчастные случаи происходят на отдыхе из-за того, что покупатели даже не читают состав горючих смесей в жидкости для розжига. Как считают эксперты, предпочтение при покупке стоит отдавать тем средствам, в составе которых есть парафины. Дело в том, что это чистая смесь, а значит и делает продукцию более дорогой. Потому часто можно встретить средства для розжига на основе того же бензина, керосина. Лучше их не покупать, потому что это сильный запах, он пропитывает в том числе и угли, потом попадает на продукты. То есть испортить вкус шашлыка, используя некачественную смесь для розжига, можно просто. Жидкость на основе парафина не вспыхивает, а разгорается медленно. Чего не скажешь про углеводороды. Это, кстати, могут быть как любые продукты нефтепереработки, так и технические спирты. Все они опасны. Не только могут обжить человека, но и выделяют в процессе горения токсичные вещества. Но как различить визуально, где качественная жидкость для розжига, а где опасная? Определить примерный состав можно даже на глаз. Потому если средство для розжига мутное, то или имеет желтоватый оттенок, лучше его не брать. Это свидетельство различных примесей в растворе. Скорее всего, в основе будет бензин, либо керосин. Распознать обман можно и по запаху. Бензиновый розжиг имеет резкий запах, в то время как парафин почти не пахнет. И не покупайте средства для пикника с рук. Как минимум, это может быть очень некачественный продукт, который вообще не разожжет огонь. Как максимум, это может быть токсичное вещество. Следует покупать в больших специализированных магазинах и обращать внимание на бренд. В данном случае марка может быть во многом гарантией качества. Альтернатива жидким средствам – сухая зажигательная смесь в виде таблеток. Это практически идеальный вариант. Удобно хранить, она медленно горит, но и стоит дороже, чем жидкость. Есть также и гели для розжига. Они тоже недешевые. Но их, как и сухую смесь, легче поджигать и с ними меньше шансов наткнуться на подделку. Теперь вы знаете, как выбрать средства для розжига углей для приготовления блюд на мангале. Хорошего отдыха и удачных покупок!